Женская гостиная Женская гостиная Женская гостиная Сегодня быть в эфире и представить свою гостью Светлану Наумову. Хочу повторять, что мы теперь будем выходить по четвергам утром. Я надеюсь, это время за нами уже закрепится. И у нас сегодня такое дебютное интервью со Светланой. Светлана, как сказал Михаил, она живет и родилась в Екатеринбурге. И она ведический астролог, специалист по ВАСТу. Мы со Светланой только что вместе были в Индии. И она меня настолько впечатлила своими глубинными знаниями по астрологии и ВАСТу, что я с огромной радостью пригласила ее на нашу передачу. И я вот пару слов, Светочка, тебе расскажу еще, чтобы... Я знаю, ты человек скромный, поэтому мне хочется тебя представить во всей красе. Светлана очень любит учиться. У нее два высших образования, техническое, экономическое. Но, как мне кажется, настоящая ее страсть – это Джоэтиш и ВАСТу. Хотя Света не так давно относительно начала изучать Джоэтиш, как она мне рассказывала, но она очень глубокий специалист, и она такой исследователь. Я сама слушала ее лекции. Она является преподавателем практик-центра РУНы по астрологии. Изучать она начала Джоэтиш в 2012 году. Сейчас она преподает. Особенно она большой специалист в таком сложном вопросе, как дробные карты. И второе увлечение Светланы – это ВАСТу. ВАСТу – это ведическая наука об архитектуре и гармоничном построении жилища. Она прошла курс у Анилы Даса. Это Николаев Алексей Федорович. И благодаря Свете я сама... У меня очень много изменений произошло в моей жизни. И я, например, всю мебель переставила у себя в фальне. Вот, Свет, ну, расскажи, пожалуйста, что для тебя вообще важно? Джоэтиш, ВАСТу, что это такое? Как это вообще твое? Как ты к этому пришла? Анастасия, большое спасибо за такой замечательный анонс. Так непривычно про себя слушать столько приятных вещей. Но действительно и ВАСТу, и Джоэтиш для меня очень значимы сейчас в моей жизни. То есть еще в 2012 году у меня не было даже мысли о том, что я буду заниматься этим. И как-то я даже не знала, на самом деле, что существуют такие науки Джоэтиш и ВАСТу. Получилось так, что к нам в город приехал тоже ведический астролог Марьяна Полонских, которая живет в Лос-Анджелесе. И она ввела курсы для женщин. Были... называется... Курс ведических знаний для женщин. Я пошла на эти курсы, потому что мне было интересно, что это такое. И вот именно на них я узнала, что есть такая наука Джоэтиш, что есть такая наука ВАСТу. И была настолько заинтересована, что решила как-то начать изучение дальше. Глубить свои знания, да, в этом вопросе? Ну, там на самом деле были буквально короткие лекции по два часа. То есть это вот самое-самое такое... Самая поверхность. Это даже не знаю, даже не поверхность. Вот. И я стала искать преподавателей. И, к моему большому счастью, у нас организовались курсы по астрологии, по Джоэтишу, которые вела Наталья Ханитова. Она до сих пор является моим учителем. Я ее очень люблю, очень ей благодарна. Это тот учитель, который нас всегда двигает вперед. Это вот именно они вместе с мужем организовали практик «Центр Луна». И основная задача – это внедрение ведических знаний, а именно Джоэтиша в жизни и продвижение этих знаний. А также работа с психологией и родовыми проблемами. И они никогда не стоят на месте. Они все время двигаются вперед, и мы вместе с ними... Да, я совершенно согласна. Да, Растам и Наташа – это настоящие такие... Это как ядерный реактор для меня, пример постоянного движения. Я думаю, что мы... Я их тоже когда-нибудь обязательно приглашу к нам в студию, чтобы с ними поговорить. Но, тем не менее, вернемся к нашему с тобой вопросу. Да. И благодаря вот их обучению и потом дальнейшему такой возможности преподаванию и самостоятельному изучению, вот Джоэтиш стала частью моей жизни. И я сейчас на все вещи, которые со мной происходят, которые происходят с моими друзьями, с жизнью других людей, я смотрю глазами Джоэтиш. То есть это совсем другое ощущение. То есть это совсем другие эмоции и другие понимания процесса. Как ты считаешь, Света, это очень сложное знание или нет? Потому что не все наши радиослушатели знакомы с этой... Что такое Джоэтиш? И, может быть, людей пугает астрология, Джоэтиш. Насколько это сложно и насколько это для обывателя, для простого человека, особенно для женщины, потому что у нас все-таки женская программа. Наука, в общем-то, сложная, потому что ее изучают долго. В Индии ее изучают 7 лет. Но она очень важна для обычных людей, особенно для женщин. То есть не обязательно глубоко быть погруженным в астрологию, давать какие-то консультации или вести курсы. Но мне кажется, что каждая женщина должна быть знакома с основами Джоэтиш, такими как, допустим, в какие дни недели относятся к каким планетам. Что в эти дни нужно делать? То есть в субботу можно одно делать, в воскресенье надо другое делать, в понедельник, в третий, потому что разные планеты. И, соответственно, желательно делать те действия, которые соответствуют этим планетам. А сегодня что надо делать, скажешь нам? Сегодня, да, сегодня день Юпитера, это гуру. То есть сегодня очень хорошо заниматься какими-то духовными знаниями. Вот то, что наши беседы, это очень хорошо. Кроме того, четверг он благоприятен и для бизнеса во многом. Для каких-то покупок тоже он может быть благоприятен. Поэтому четверг очень хороший день. Вот даже если понаблюдать, то четверг всегда проходит более спокойно и более благоприятно. Если взять энергию четверга и взять энергию Марса, две разные энергии. Марс это вторник у нас, да? Это вторник, да, это вторник. Он очень активный день, нужно больше двигаться. Причем иногда бывает несколько агрессивный, поэтому надо понимать, что во вторник нужно быть поаккуратнее. Либо наоборот, если хочешь с кем-то повыяснять отношения, можно сделать это во вторник. Вот, суббота тоже совсем другой день, поэтому это день Сатурна, он медленный, нежелательно какие-то устраивать вечеринки в субботу, праздники. Да, это очень ценный совет, потому что, как правило, люди всегда в субботу собираются, да, приглашают гостей, а потом утром просыпаешься и вдруг, ой, как-то все было не так хорошо, как задумывалось изначально. Вот, поэтому в субботу лучше не проводить, особенно свадьбы, а, допустим, свадьбы лучше проводить в пятницу, потому что пятница – это день Венеры. И вот такие вот знания, они, мне кажется, очень важны для женщин. Кроме того, есть еще такое понятие в астрологии физической, как панчанга, то есть это пять факторов, которые каждый день мы можем посмотреть. Это несложно. Сейчас есть календари, которые прямо на сайтах можно в онлайн вести. И мы можем сделать вывод, благоприятный день для чего-нибудь или неблагоприятный. Допустим, в один день благоприятно покупать машину, в другой день неблагоприятно покупать машину, начинать путешествия, не начинать путешествия, идти к врачам там. И такие вот какие-то вещи элементарные можно посмотреть. И это очень облегчает жизнь, потому что, вот я считаю, что современная женщина, она постоянно должна принимать какие-то, брать на себя ответственность и принимать какие-то решения, Что ей делать? И вот этот вот помощник, эта вот панчанга, она очень нужна. Я совершенно согласна, что это очень важное знание. Спасибо. Он тоже разместит этот замечательный календарь на файсе «Сангейт-Радио», чтобы наши слушатели тоже могли близко познакомиться с этим знанием. Да, безусловно. Спасибо. Если в нескольких словах, то панчанга состоит из пяти частей. То есть первое – это день недели. То есть это по нормальным языком говорить, да? День недели. Это мы уже проговорили, что за каждой неделе, за каждым днем недели стоит определенная планета. И в соответствии с этой планетой мы можем совершать какие-либо другие действия. Затем идут лунные сутки. То есть мы знаем, что, допустим, в какой-то дне лучше, садоводы особенно знают, лучше садить, какие-то лучше не садить. То есть растет растение или не растет растение. Восходящая, то есть пребывающая луна, либо убывающая луна. Поэтому это тоже очень важно. Например, я тоже в качестве совета. Четвертые лунные сутки называются «Пустые руки». И, в общем, достаточно само название говорить само за себя. То есть в эти дни мы не рекомендуем начинать какие-то новые дела. Следующее. Ну это не только в четвертый лунный день, да? Еще несколько дней есть таких, которые тоже не очень благоприятные. Конечно. Четвертый, девятый и так далее, там по 5 добавляется. Это все можно увидеть. Там есть рядом в этом календаре, есть расшифровка. Даже если вы не знаете, что такое тиксель, что такое макшатра, что такое там йога и тана, то рядышком есть расшифровка, что в этот день делать и что не делать. И если все 5 факторов благоприятны, тогда мы делаем вывод, что день благоприятен в целом. Если какие-то неблагоприятны, то смотрим, до чего они неблагоприятны. И еще один там важный момент. Там нужно посмотреть время, когда вы планируете какое-то действие. Потому что в течение дня может меняться, макшатра может меняться, может йога меняться. Поэтому, когда в этот календарь заносится, заносится четко время, на которое вы планируете данное событие. И он несложный на самом деле. Это если углубляться и действительно изучать макшатры, изучать планеты, изучать взаимодействие правителей этих макшатров, тогда это сложный материал. Если просто открыть, посмотреть, как у нас гороскопы на каждый день пишут, открыли, посмотрели. Там два фактора благоприятных, которые неблагоприятны. То есть уже надо подумать, стоит ли. Да, можно уже сделать какие-то выводы. Конечно. Особенно по макшатре. То есть там все четко написано. Расскажи подробнее, что такое макшатр. Потому что я уверена, что не все в курсе. Опять же, мы с тобой такие профи. Согласна, согласна. Постоянно сбиваешься на этот язык джиотиш и забываешь, что... Да, что все, к сожалению, знакомы. Но я очень надеюсь, что благодаря нашим программам наши радиослушатели будут гораздо глубже и ближе знакомы с этим. Познакомиться с этим великолепным, потрясающим знанием, которое очень сильно улучшает жизнь. Да, то есть само по себе изучение джиотиш – это очень хорошее упае, упае – это благоприятные действия, гармонизирующие наш гороскоп. Да, которые улучшают наш гороскоп. Оследование панчанги, оно избавляет нас от каких-то негативных факторов, связанных с нашей кармой. То есть мы знаем, что в этот день не надо ходить, мы не идем. Мы знаем, что в этот день надо действовать, мы действуем. Все это благоприятно сказывается на нашей жизни. И к Накшатрам возвращаемся, мы так много о них говорим. Накшатр – это созвездие, в котором находится Луна каждый день. То есть каждый день Луна переходит из одного созвездия в другое. И в зависимости от того, где она находится, вот эта вот точка называется Накшатра. И всего существует 27 Накшатр. И в течение месяца Луна каждый день переходит из одной Накшатра в другую. То есть из одного созвездия в другое. И тем самым она определяется разные качества. То есть есть Накшатра благоприятные, есть неблагоприятные, есть ужасные, есть быстрые и так далее. Но если не углубляться, то можно не изучать данный вопрос, но хотя бы посмотреть, что же все-таки рекомендуется в этот день делать. И я хочу сказать, что вот этот прогноз, он действительно совпадает и действует на всех. В зависимости от того, какой знак зодиака у человека. То есть, допустим, когда мы слушаем по радио часто, вот эти вот для расходов, там расписано все по знакам. И в основном это западная астрология. И они всегда сходятся, не знаю, к сожалению. То есть здесь это общее направление дня. И поэтому это будет воздействие на всех. Это очень удобно, это очень практично. И мне кажется, это не только для женщин, но и для мужчин в том числе. Потому что мужчины занимаются бизнесом, а там есть и благоприятные моменты для покупки чего-либо, неблагоприятные. И еще такой момент, когда планируется какое-то крупное событие в жизни человека, допустим, свадьба, покупка недвижимости, покупка автомобиля, может быть путешествия, то нужно обязательно смотреть, во-первых, панчангу, во-вторых, подбирать непосредственно день для такого события. Это называется мухурта. Но это уже сложный вопрос, это нужно довериться профессиональному астрологу. Профессионалу, да. Ты такие консультации проводишь, насколько мне известно. Ты занимаешься подбором мухурты, да, благоприятного дня. Я еще хотела такое маленькое пояснение, а то вдруг наши радиослушатели смутят слово панчангам. Панчангам можно простыми словами сказать, это лунный календарь, да. Можно так же назвать панчангам? Можно, да. Хотя всегда, я знаю, что вот и все специалисты в джойтиш, они всегда просят и призывают учеников и всех людей, которые изучают джойтиш, стараться называть санскритские термины, да, потому что в этом есть определенная энергетика, насколько мне известно. Да, все верно. То есть, когда начинаем изучать джойтиш, сначала немножко мы используем, и наши ученики используют обычные, так скажем, слова, планеты, дома. А потом мы переходим уже на более такой сложный язык, ну как сложный, и переходим на, используем санскритские термины, потому что санскрит — это очень богатый язык. И он пострадал, когда книги переводились с санскрита на английский, потом с английского на русский. То есть, это два языка, которые более упрощенные, чем санскрит. И передать им всю глубину того слова, смысл, который заключает санскритское слово, практически невозможен, потому что там очень много значений. И кроме того еще, для чего используются санскритские слова, так же, как в медицине, используется латынь. Название по латыни, лекарства кто-то, всем все понятно, о чем идет речь. Здесь то же самое. Есть определенное название у предметов, и всем понятно, о чем речь. То есть, уже не надо объяснять лунный календарь, это или часть лунного календаря, или все-таки это полный. То есть, поэтому используем санскритские слова, и действительно к этому привыкаешь. Кажется, что все тебя понимают. Ну, это да, я с тобой совершенно согласна. Кажется, что все тебя понимают. Хотя я неоднократно получала такие письма. Это прямо как китайская грамота, это так сложно. То, о чем ты рассказываешь, а ты когда начинаешь погружаться, уже кажется, что все это так легко, это так естественно. Но мне, я говорю, что наша деятельность, это просветительская деятельность, поэтому наша основная задача, это как можно большее количество народу рассказать об этом знании. И, кстати, вот о накшатрах мне очень в свое время помогли лекции Руслана Нарушевича. Они выложены на аудиоведе, и у него такие истории там про накшатры, они не очень сложные. Если кому-то будет интересно, я думаю, их можно будет легко найти. Хотя сейчас уже, надо сказать, огромное количество литературы и на русском языке выходит уже по этому предмету. Хотя еще несколько лет это была достаточно большая проблема, что-то почитать в должном количестве. У вас тоже был курс, да, я помню, по накшатрам. Да, да, да. В практике в Центре Руна был очень большой курс по накшатрам. Тоже он очень интересный, его можно слушать без особой подготовки, потому что накшатр — это более такая древняя техника джокиш, и каждый человек рождается в определенный день, когда Луна находится в определенной накшатре. И вот эта вот джамна-накшатра, джамна — это Луна, лунная накшатра, по ней можно очень много понять про человека. То есть это его психика, это его внутренний мир, это его какие-то действия. И вот эти вот мифы про накшатры, они очень важны, потому что через эти мифы можно понять очень многое про саму накшатру и про человека, то есть как она в нем проявляется. Кроме того, по накшатре можно подобрать профессию, да, то есть чем человеку благоприятно заниматься ими. То есть я правильно понимаю, если ты знаешь, под какой накшатрой ты родился, это должна быть твой восходящий знак Лагнам в этой накшатре или Луна в этой накшатре, чтобы Луна, да, то есть по Луне подбирается.